Загадочное Новониколаевск покажут на новом экскурсионном маршруте. Его сейчас разрабатывает туристко-информационный центр. В программе прогулки по тихому центру с купеческими домами и сталинками. Мои коллеги одни из первых прошли по этому пути и узнали, когда можно будет присоединиться к познавательной прогулке бесплатно. Он построен вообще в кирпичном стиле с утопленным рядом. Основан он на историческом византийском стиле, который строили даже в самой Киевской Руси. Дом одного из богатейших купцов Новониколаевска – Захария Крюкова. Несколько шагов по улице Горького – и вот уже ровесник предыдущего особняка – доходный дом Верховой. Дореволюционный кирпич внизу и деревянные резные элементы на фасаде второго этажа. Пример революционной застройки города Новониколаевска. Доходный дом Верховой. Как видите, вот это пример русского деревянного озодчества. Это символ нашей даже национальной культуры. В кварталах Тихого центра притаились настоящие архитектурные жемчужины. Дома разных эпох, которые многие прохожие даже не замечают в спешке. Зато, как следует, изучили экскурсоводы. Региональный туристско-информационный центр уже проводил похожую экскурсию. В прошлый раз она была приурочена к 9 мая. У нас две крупные очень площади. Одна площадь Ленина, другая площадь Свердова. И на каждой по десятку находятся объектов разных архитектурных эпох. То есть есть период царской России, есть период конструктивизма начала молодой России, есть период стагинского ампира. Самая долгая протяженность маршрута от площади Ленина через Тихий-центры до площади Свердова, она может вообще составлять три часа. Туристско-информационный центр разработал несколько экскурсионных маршрутов по городу. Они рассчитаны на детей и взрослых. Маршруты тематические все. Это биология, это история, это архитектура и много-много чего интересного. К Дню города мы разработали специальный исторический маршрут, который перекликается и с архитектурой, и вообще с тем, какой у нас интересный, загадочный и красивый Новосибирск. На День города эти экскурсии будут проводить бесплатно. Правда, количество участников ограничено, желающим нужно записаться заранее.